Не успели харцезяне одержать окончательную победу в войне с мусором, как на повестке дня остров стал вопрос борьбы со стремительно поднявшейся травой. И вот уже в городе зашикали ручные косы, зажужжали садовые триммеры. Внешний вид газонов меняется на глазах. Затем, насколько опрятны харцезские дворы, улицы и переулки, регулярно следит комиссия городадминистрации. В первую очередь, в ходе проверок обращают внимание на ухоженность территорий возле бюджетных организаций и коммунальных предприятий. 18 мая выезжала комиссия из состава сотрудников администрации города Харцезка. Были выявлены замечания по организациям, в том числе и коммунальным, составлены акты. Также это все сделаны и фото приложения к актам. Сегодня я озвучил это на аппаратном совещании. О скорейшем устранении данных замечаний. Потому что порядок должен быть в городе однозначный. Сегодня в Харцезке за образцовую чистоту ведется борьба на всех участках. Будь то территория школы, полисадник во дворе многоэтажного дома или же контейнерная площадка для сбора мусора. Еще не убранные есть места ветки, ну и, конечно же, наши контейнерные площадки. Есть и бюджетные учреждения, есть и служба единого заказчика. Поэтому у всех еще есть небольшие замечания. Но всем срок дан до 1 июля. Маршрут очередного рейда будет проложен по территориям, прилегающим к частным предприятиям, сообщил Виталий Смык. А уже в следующем в очереди – частный сектор. У нас сейчас готовятся совместные рейды. Это с экологией города Донецка, ну, скажем так, да, главы администрации с комитетом экологии, плюс молодая республика, Донецкая республика общественное движение, ОДДР, да, и также представители администрации. Планируется большая такая комиссия по выходу. Обращаюсь ко всем, что необходимо до 1 июня привести все свои территории в порядок. Это касается также и частного сектора. Зачастую частный сектор думает, что к ним не зайдут, не увидят их куч или непокошенных. Правила благоустройства касаются всех. Виталий Смык предлагает харцизянам, до сих пор не заключившим договор на вывоз бытового мусора, не ждать решения админкомиссии и выписанного штрафа. Сэкономить таким образом вряд ли получится. В законе у нас в ДНР прописано, что обязательно должен быть заключен договор на вывоз ТБО. Самовывоз запрещается. И админпротоколы, хочу обратить внимание, гораздо большие суммы, даже минимальные, чем за полгода заплатить за вывоз ТБО. Спасибо.